Сегодня к Арктике повышенное внимание, причем со стороны нескольких стран. Северная территория является крупнейшим складом углеводородов. По оценкам экспертов, в Арктике находится около 30% мировых запасов газа и 13% нефти. Кроме того, на этой территории колоссальные запасы пресной воды, которая, если верить научным прогнозам, будет цениться все выше с каждым годом из-за глобальных изменений климата. Важно и то, что через Заполярье пролегают самые короткие торговые маршруты. Учитывая все это, за освоение Арктики сегодня борются многие державы. Сохранить свое господство на этой территории – одна из важнейших задач России. Статус арктической державы нам не дается автоматически. Это требует кропотливой, трудоемкой и серьезной работы. Приоритетное направление усилий – научные исследования и инновационная деятельность. Какой может быть эта инновационная деятельность обсуждали накануне за круглым столом. Его организатор – некоммерческое партнерство, российский центр освоения Арктики. Его представители отметили – сегодня наша страна, увы, занимает нелидирующие позиции в гонке за инновациями. Сейчас Россия занимает 48-е место в рейтинге «Глобальный инновационный индекс». Это крупнейшая международная рейтинговая инновационная табель о рангах. И здесь я бы отметил, что Россия с 2010 года по 2016 год продвинулась на 16 пунктов. То есть она была 64-я, сейчас 48-я. Этому продвижению способствовало развитие инновационной деятельности в стране. Как отметили на заседании круглого стола, в настоящее время доля инновационной продукции в России составляет около 9%, в то время как в некоторых странах этот показатель доходит до 15%. Особое внимание развитию инноваций приковано на Ямале. Власти округа оказывают поддержку в реализации инновационных проектов, выделяя гранты и субсидии. На встрече в Губкинском центре «Старт», который состоит в реестре объектов инновационной инфраструктуры региона, участники круглого стола представили свои проекты. Один из них касается производства на Ямале возобновляемой энергии. Подавляющую часть года мы можем наблюдать в округе сильные ветра. Если правильно по розе ветров расположить ветряки как на суше, так и на Аби, то возможно выйти на солидную генерацию электроэнергии, которая является как неисчерпаемым ресурсом, а также и чистым ресурсом. Обсуждая этот проект, участники круглого стола отметили, что это направление довольно перспективное. Владимир Пушкарёв добавил, в настоящее время комплексная ветросолнечная станция уже установлена на острове Белый, где работает экологическая экспедиция. Необходимо для обеспечения и отопления, и очень-то минимального набора освещения и работы какого-то оборудования. Для нас, конечно, очень дорого туда завозить топливо, это очень далеко и неудобно. И, конечно, для нас это такое подспорье очень эффективное. Об эффективном подспорье в производственном обучении студентов говорил директор филиала УДГУ Николай Голубев. Он рассказал о проекте, суть которого – в создании базовой кафедры на производстве. Создавая такую базовую кафедру на предприятиях, не только нефтегазового комплекса, это можно создать и в банке, это можно создать в администрации, где угодно. Тогда они уже там работают, эти студенты. Работодатель его видит, какой он, балбес он, извините, или нормальный человек. И тогда он может принять решение, брать его, не брать и так далее. Также Николай Голубев высказал обеспокоенность тем фактом, что в последнее время в России в целом и в нашем регионе в частности стали закрываться филиалы вузов. Эта тенденция имеет отрицательные последствия, а ток молодежи с Ямала увеличивается. В нашем регионе нет ни одного самостоятельного высшего учебного заведения. И в ближайшее время его открытие не планируется. Поэтому работа филиалов вузов на местах имеет большую социальную значимость. О значимости инвестиционного развития городов Ямала на встрече говорила представитель администрации города Оксана Нерубащенко. Она назвала основные направления в этой работе и подчеркнула, что ее необходимо вести даже в экономически сложные времена. Но ведь мы работаем не только на сегодня и на сейчас. Мы работаем и на перспективу. Для того, чтобы сейчас сформировать те тенденции, заложить те положительные факторы, которые, накопившись в определенный момент, дадут взрывной эффект в развитии территории. И гораздо быстрее, чем это случится у наших соседей. Один из проектов, о котором рассказали на встрече – создание биоразлагаемой упаковки. В отличие от своих пластиковых собратьев, она в разы экологичнее и разлагается в течение пяти лет. Для сравнения, обычным полиэтиленовым пакетом для этого потребуется больше ста лет. Однако в настоящее время производство биоразлагаемой продукции не востребовано в регионе. С этим мы пытаемся каким-то образом бороться. Рассказываем о преимуществах данной продукции. Но, тем не менее, пока мы не увидели, не услышали отклика на то, что действительно эта продукция в регионе необходима. Необходимо и большее внимание к теме здоровья трудоспособного населения, считает участник «Круглого стола» Гузалия Горкунова. В своем выступлении она рассказала о проекте по работе медиков в отдаленных частях региона, в частности, на месторождениях. Это медицинское обслуживание на предприятии, экстренная доврачебная медицинская помощь, поставка медикаментов и расходных материалов, проведение медицинских осмотров, освидетельствование о состоянии опьянения, диспансерное наблюдение работников предприятия и система качества медицинской помощи. Как отметили на заседании «Круглого стола», все представленные проекты на встрече по-своему интересны. Российский Центр освоения Арктики примет посильное участие в том, чтобы данные разработки не остались только на бумаге. «Мы будем напрямую поддерживать эти проекты с тем, чтобы заявляться как грантополучатели в плане реализации этих проектов. Также поиск инвесторов, без фондов напрямую работая с частными инвесторами. Это те рычаги и способы, и механизмы, которые позволяют реализовать озвученные очень интересные идеи и проекты». До свидания «Круглого стола» стало и своеобразной презентацией в Губкинском Российского Центра освоения Арктики. Эта организация учреждена в марте 2014 года постановлением правительства Ямала. Центр создан с целью координации научных исследований и синхронизации результатов научной деятельности, проводимой на территории Российской Арктики. Вера Устина, Алексей Магин, Денис Гимб. Новости Губкинского.